Добрый день! Вас витая служба информации и телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Гнатенко. Выники работы господарчего комплекса «Гомеля» за первое по угоде 2016-го подвели сёння на посаджении «Гарвы Канкама». С 13 основных доведенных показчиков выканано 10. У их лику задания по протягнению замежных инвестиций, экспорте товаров, энергосбережения. В уголе за первое по угоде по выкананию доведенных показчиков «Гомель» стал лепшим сяродообластных центров. По широку накерунков отзначена становчая динамика. Так, практически, у двоя сменшилась колькость стратных предприемств, и работа по снижению их колькости будет протягнутая. У нас всё-таки остаётся 53 убыточных предприятия, поэтому задача по каждому работать детально, в индивидуальном порядке, с тем, чтобы и выйти на положительную динамику, и в том числе и увеличить заработную плату на этих предприятиях. До речи, по выниках первого по угоде, номинальная наличная среднемесячная зарплата у «Гомеля» склала больше, чем 670 динаминованных белорусских рублёв. Узровень беспрацовья – 1,1%. У другим по угоде намаганни будут сконцентрованы на дальнейшей стабилизации рынку працы и створении новых працовных местцев. Керовникам организации доручено принять додатковые меры для досягнения становчей динамики промысловой дейности. А Управлению экономики Гарвы-Канкама суместно с районными администрациями наладить больше активную работу по пошуку новых товарных позиций импортозамещальной продукции. Суботние телефонные линии мясцовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаннями до намесника старшыни Гомельского Аблы-Канкама Уладимира Уладимировича Гарбачёва. Званки приймаются по номеру телефона у «Гомелі» 75 12 37 с 9 годин ранецы и до 12. У гэты счастны пытанни Гомельчан откажа першы намесник старшыни Гарвы-Канкама Павел Яугенович Паулов. Нумер телефона 75 19 84. У неделю 7 магазин в Беларуси будет значаться День Чигуночника. На переддень своего профессийного свята на урочистом мероприемстве у Гомели собрались больше 200 процедуников этой галины. Как проходило веншование лепших в своей справе, ведая Вероника Ворошилина. На святочную урочистость у Палац культуры чигуночников запросили дзеющих работников и ветеранов працы, которые в свой час заклали на дзейный подмурок развития Гомельского областного отделения белорусской чигунки. Людей, которые не колестворали, которые сегодня в своей штуденной праце мкнутся подтримливать и развивать лепшие традиции, шмат профильного предприемства, сдольного задоволить любые запыты у грузовых и пассажирских перевозках. У каждого с присутных свою шляху, профессию, верность и отданность, какой заховывается у сё жистью. Железная дорога – это наша жизнь. Однажды сделаны правильные выборы, о которых никто из нас не жалеет, даёт нам возможность работать в большом стабильном и дисциплинированном коллективе. Это крупное государственное предприятие с социальными гарантиями. Для нас это возможность не только работать в этом дружном коллективе, но и реализовать свои возможности, используя масштаб и уверенное стабильное экономическое положение именно железной дороги. Паша сурочистости отбылось у знагороджения лепших шагуночников Гомельщины. За пленную працу, неодъемный уклад у развития своей вытворчасти, они отримали нагрудные знаки, гоноровые грамоты и подяки. На рахунку коллективу, саправды, немало профессийных поспехов и досягнений. Серо с самых значных за прошлый год – электрификация участка шагунки Гомель-Жилобин протяглостью 86 км. С початку худки комфортабельный электротягник у напрямку Гомель-Минск курсировал в тестовом режиме. Зараз он запущен в постоянную эксплуатацию. Дарыши для областных шагуночников электрификация, хоть и относно молоды, однако вельми перспективна на промок деянности. Ее дозволяя значно скоротить эксплуатационные выдатки, спрыя и захованию кологии. А что самое головное, заявляет собой зручным сродком перемещения для грамадян, бо дозволяя всего за три годины добраться до Минска. Я 19 лет работаю на вокзале. Это новые встречи пассажиры. Пассажирам мы стараемся помочь, удовлетворить их все потребности. Учитывая то, что сейчас электрификацию привели, электрички пустили, это очень удобно. И для наших пассажиров довольны, они интересуются. И даже расположение мест мы подсказываем, кондиционер, как правильно проехать, как им лучше добраться до нужного импункта. Ну, люди у нас тоже все хорошие. И работники, и наши пассажиры. Протягнулись у расшистости святочным концертом. По шосьягу на одной сцене зорками эстрады областного центра свои творшие сдольности демонстровали и сами супрацовники Гомельского областного отделения белорусской чагунки. Что еще раз подтверждает. Мы-то накераваны, инициативный человек, талиновиты во всем. Меж тем, насыщенная культурно-забавляльная программа. До дня чагуночника у Гомеля запланованы на 7-го жнивня, непосредственно у день профессийного свята, в универсальном зале гульнявых видов спорта у стадеона локомотив будут ладиться цікавые спортивные мероприемства и концертные номеры. Вероника Варашилина, Валерий Гопанькова, телерадоя компания «Гомель». Лепшие творы заходне-европейское хомостатство представили у Гомеля. У Палаца Румянцевых и Паскевича разместилась частка экспозиции Национального хомостатского музея Беларуси. 70 скульптур, живописных полотнов и графичных работ были створены у 17-19 стагодзях. Это творы майстро французской, итальянской, английской и инших школ. Кожна адлюстровая пыл на библейске тимифологичный сюжет. Злияние у адзиной экспозиции работ майстро розных стылев и эпох дае макчымастью бачить разностайные интерпретации темы. Барокко – это значит время страстей. Это драматические сюжеты, как, допустим, «Смерть не обид». Ренессанс более ранний – это созерцание, это поклонение, это гуманистические веяния и красота человеческого тела и человеческого облика в целом. Классицизм – это, опять же, возвращение к истокам возрождения. Сегодня у Рэда Жанейра урочисты открыются 31-е олимпийские гульни. А у Гомели ранецей прошла церемония узнятия олимпийского гостяга и запаливания символичного огню с нагоды открытия малых летних олимпийских гульни. Удельниками мероприемства стали выхованцы и супрационники дошкольного центра развития детяти и променчек. А в том, как проходила свята? Наш наступный репортаж. Идея организовать спортивное свято для детей, якое бы допомогло им лепш зразуметь сенс и сутность олимпийских гульни у супрационников променчика, народилась еще в минулом году. Некольки месяцев потребовалось на тренировки, подрыхтовку атрибуты киспаборництва, выучение истории олимпийского руха. Провести малые летние олимпийские гульни у дошкольной установки вырошили у день официйного открытия галонных стартов 4-х годов у Рео-де-Жанейро. Да в дело запросили не только юных выхованцев, а и их батьков, и у всех супрационников центра. Для нас нет ничего дороже, чем здоровье наших детей. Этим праздником мы хотим показать, что здоровье детей для нас очень важно. Мы хотим воспитать целеустремленность, патриотизм, товарищество. С помощью эстафет мы хотим воспитать коллективист. И для этого мы организовали этот праздник. Так же, так как начались Олимпийские игры, мы хотели бы, чтобы наши дети знали об этих Олимпийских играх, чтобы знали, какие спортсмены представляют нашу страну. И поэтому этим праздником мы хотим показать, что наши дети могут, умеют и будут знать, что такое Олимпийские игры. У малых летних олимпийских гульнях дошкольного центра развития детят и променщик приняли удел дети во взрослые от 4 до 6 годов. Им пропоновали текавые тематичные споборництвы на спрыт, худкость и умение працовать у команде. До прикладу малым треба было передолеть эстафету с передачи Олимпийского огня або выкласти за вручшову Олимпийскую эмблему. С этими, як и иншими займальными спортивными выпробованиями, дети справились. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok